Привет, друзья! Я снова снимаю летсплей по GTA 5 RP. Итак, я накопил 50 тысяч долларов. У меня было 31 тысяча долларов. Я недавно только что заработал на фирме Electronic еще 20 тысяч долларов. И теперь покупаем лицензию на рыболовлю. Да. Кстати, не надо все-таки людей и игроков живых ждать. Они тут обновили, завезли обновления и подходите сюда. Вот сейчас я вам покажу, чтобы вы четко все знали. Вот тут получается главный вход в мэрию. Вот. Зашли сюда и поворачиваете налево. Идете. И тут тоже налево. И покупка лицензии. И получается рыболовля. Лицензию на рыбалку стоит 30 тысяч. А на охоту тоже 30 тысяч. Лицензия на оружие. Это в полицейском участке. Она стоит 100 тысяч долларов. Да. Покупаю лицензию на рыболовлю. На рыбалку. Называйте как хотите. Называйте как удобно. Вот и у нас. Лицензия на рыболовлю. Давайте еще я куплю на охоту. Сейчас давайте поедем. Заработаем еще десяточку. Да. Да. Сейчас я посмотрю точно. Десяточку. Ну да. Десяточку заработаю еще. И поедем еще купим на охоту лицензию. И будем копить лицензию на оружие. Да. И потом после этого уже можно и на дом копить. Да. Ну или на дом. Или же на катер. Да. Там уже как так сказать нам будет выгодней. Да. Все. Поехал я. Субтитры сделал DimaTorzok Десяточку. Субтитры сделал DimaTorzok Десяточку. Десяточку. Субтитры сделал DimaTorzok 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 итак вот и 10000 есть и сейчас я направляюсь в мэрию покупать лицензию на охоту так идем снимать игрушки остальные до 20 очку снять все пойдемте покупать предпоследнюю лицензию и все и можно спокойно копить на лицензию для оружия как охота подтвердить вот все теперь у нас есть документы теперь у нас есть и на рыбалку на рыболовлю лицензия и на охоту отлично все осталось только еще на груши этом уже потом да потому что я буду копить вот идемте пойдем лучше по рыбачим сегодня так сказать ночью да все встретимся ночью и так спустя какое-то время я продолжаю так сказать выживать в gta 5 р.п. свое выживание свою жизнь в gta 5 р.п. в соединенных так сказать штатах если можно так сказать назвать так перед тем как рыбачить я бы хотел посмотреть сколько стоит точно лицензия на оружие чтобы не ходать а то я так сказал что 100000 а ну может быть подорожала и там допустим стоит там допустим не знаю 150 тысяч и так далее надо на всякий случай посмотреть ну и потом как я сказал ночью поедем рыбачить вместе с этим попугайчиком до 3 у меня сидит на плече заходим йо 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 не туда зашел так вот заходим офицер сколько стоит получить лицензию покупка на ношение оружия 100000 до долларов я уходал так несколько мне там штрафа 4000 они я пока что не буду его оплачивать да так что если шо встретимся ночью на рыбалке я хочу чисто так порыбачить показать что такое рыболовля и вне видео накопить лицензию оружия до вес ветер солнце в общем все как надо для кайфа теперь представьте как в gta 5 rp радмир да когда вот там ловишь рыбу да но ночью кайфово ловится рыбу и продается вот бы так в реальной жизни можно было делать ну ладно работаем работаем на даче помогаем бабушки своей и вы помогайте своим бабушкам мамам знакомым родным и так далее это некоторое время подряд потому что я уволился с работы наконец-то потому что она была не перспективная плюс еще ее по так сказать некоторым обстоятельствам почти что не было а торчать на ней я не видел смысла потому что нету ни опыта работы не больничного не отпускных и так далее поэтому я решил уволиться и буду искать новую хорошую работу потому что пока сидишь на месте ничего такого конечно конкретного не появится надо как-то сейчас действовать а не сидеть все работа с официальной работой все нагрузчиков подачка все пора бы найти что-то посерьезней что-то получше работу этой так поэтому иду сдавать вещи написал увольнение я уволился иду сдавать вещи и впереди ждет самая трудная поиск официальной нормальной такой работы получше этой чтоб платили побольше да и была нормальная такс ну шо иду на новую работу официальную сегодня инструктаж первый надеюсь с этой работой у меня все сложится ну все завтра первый день работы нормально поехали рыбачить для начала заедем в магазин потому что нам надо купить удочки без удочек никак да поехали с удочкой потом поедем уже на рыбалку да так прибыл я в магазин теперь я не помню сколько там удочка стоит сколько ты стоишь удочка ого 3000 удочка стоит офигеть подорожала шури ну ладно больше вариантов нету давайте вот так фигли делать список товаров удочка да купить да все теперь поехали на рыбалочку так больше всего для начала для новичков хорошее место это вот тут рыбачить ну и пойду сюда да потому что хоть тут для меня место такое хорошее да мне она больше если честно понравилось в последнее время и поэтому я сюда пойду по рыбачу вот это у нас территория первого левела рыболовли вот это по моему вторая ну или третья не по моему вторая есть еще третья у нас пока что нам разрешено ловить на территории первого левела да проверять можно вот тут информация рыбалка и вот когда у вас будет уровень там первый там второй то можно уже так сказать рыбачить где вам удобно да а не подождите у меня там нулевой уровень блин не знаю чем может мне там рыбачить сейчас посмотрим если что поеду тогда на нулевую территорию а что поделать вариантов больше нету если нельзя там будет рыбачить но по-моему можно по-моему я рыбачил с нулевым уровнем на территории первого уровня рыбалки сейчас все в общем посмотрим тем временем я подъехал короче смотрите принцип работы получаться вот этот человек принимает рыбу вот когда вы словите рыбу подходите продать и нажимайте продать всю рыбу если вам она не нужна и получается в каждой рыбе есть своя стоимость и вот сколько вы там словите и примерно вот у каждой рыбы есть стоимость в сумме у вас будет там какая-то такая так сказать неплохая сумма ну короче сейчас вы все видите сейчас я доплыву до той территории быстренько покажу как оно все работает чтоб вы поняли потому что я так объясняю не очень сильно понятно но надеюсь вы меня поймете приплыли мы на территорию рыбалки а это второго уровня вот это получается второго уровня это третьего уровня рыболовля тут получаться первого уровня рыболовля вот да все теперь я точно вспомнил и тут кстати вот этом вместе почему я сказал что для новичков будет хорошее место потому что тут можно арендовать катер и можно на катере свободно ловить рыбу и можно так далеко не плыть и так достаем теперь удочку и вот видите забросить удочку левую кнопку мыши забрасываем чинкс и чинкс вот в районе вашего навыка рыбалки слишком мал для этой зоны найдите другое да я так и думал что вряд ли это место нам подойдет но ладно то такое просто короче подходите к воде вот на территорию рыболовли вот это еще написано было территория рыбалки там 1 2 уровня в нее входите просто закидывайте удочку левую кнопку мыши и потом опять левую кнопку мыши и пока вот эта красная фигня не будет вот где вот эти бульбашки там рыба и тогда вы какую то рыбу достанете если не рыбу то мусор точно достанете мусор можно тоже сдавать но там из него очень мало дают к сожалению там где-то 30 долларов а не не 30 по-моему 1 доллар во вспомнил 1 доллар за мусор дают у нас есть получается тут задания чистая вода это сдать вот это как раз таки 500 единиц мусора вы можете по частям так сказать его собирать ну и тут в ежедневной рутине сдать 50 единиц мусора и когда это все заполнится там допустим вот когда вы заполните выполнить 50 единиц любой рыбы воспользовать услугами автомойки отработать один час сделать ставку 5000 не менее 5000 долларов на рулетку в косино если вы все это сделаете то вам бонусом награду дадут 30000 долларов да ну и по рыбе если вы поймаете 20 тунцов рыбы 30 окуней рыбы то тогда вам тут бонус тоже за эту награду 5000 и 5000 долларов да ну и за чистую воду тоже 5000 долларов да ну можно вот эту рыбу мусор как я уже сказал по частям собирать так сказать оно тут копится и не сбрасывается и в ежедневной рутине оно не сбрасывается только отработать один час на любой работе это надо прям целый час не выходить из игры и проработать целый час на любой работе вот какой то вот такой в принципе принцип работы этой всей так сказать схемы вот ну и вроде как все что я хотел сказать сказал надеюсь было понятно вам только надо вам на практике показать чтобы мои слова поняли как это рыболовля работает как это так сказать схема работает и самое главное я хотел сказать то что там разные рыбы попадаются там разные там они в разброс попадаются когда не уходишь когда там допустим вот у тебя по текущему заданию попадется окунь или тунец там все в разброс да поэтому сказать оно немножечко даже так сказать весело есть какая-то мотивация так сказать ловить рыбу потому что считайте вот если мы выполним два задания это уже 10 тысяч долларов и плюс еще когда будем ловить рыбу продавать еще какие-то денежки будут и такая может быть неплохая сумма выйдет и в общем все будет супер вот поэтому мне и нравится тут больше всего рыбачить нежели нежели так сказать где-то работать на каких-то так сказать разных работах вот ну ладно тогда поедем на территорию вот этого первого уровня офигли нам в то место потому что не хочу все багажник ложить это все перевозить продавать лучше там накопить рыбу в инвентаре сразу продать машину загружать куда-то ехать продавать вот тут потому что так намного дольше будет чем вот это уже с места ее ловить пока инвентарь не заполнится и сразу ее так сказать продавать я добрался до этого места там где хорошо так сказать легко рыбачить ну и давайте порыбачим вот территория рыбалки нулевого первого уровня да то что нам надо и начинаем ловить систему я вам описал на словах как она работает надеюсь вам теперь она понятна ну еще если не ловить рыбу там где вот эти блески идут то на территории рыболовли то тоже может отца рыба но из первого раза было где-то с тридцатого с пятьдесятого по большей части но видите что выдает вы ничего не поймали когда нету вот этих бульбашек и нету вот этих так сказать брызгалки вот этой бульбашек давайте так назовем чтобы было полегче где так сказать рыбы плавают да ну и чем отличается вот эти территории до первого уровня тем что вот допустим окунь не вот допустим тунец тунец он по большой части попадается очень в таких хороших размерах на территории 2 на территории 3 уровня и есть такая рыба называется баракуда вот там по большей части баракуда попадается и еще какая-то рыба попадается редкая которая особо на территорию 2 уровня не попадается и на территории левого тире 1 уровня точно она тут эта рыба не попадается вот как то в общем так надеюсь вы поняли систему теперь давайте порыбачим давайте хоть наберем окуня 30 да и буду на этом заканчивать а сам буду так сказать рыбачить да пока не накоплю уровень больше и пока не накоплю на так сказать денег на лицензию для оружия да делай за шухи дло 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok по большой части попадался в мусор там по большой части только мусор попадается рыба как я уже говорил там нету бульбашек там где просто пустое место там рыба очень редко попадается как я уже сказал в общем надеюсь я вам понятно объяснил и надеюсь вы принцип этой рыболовли поняли вот ну все теперь едем в казиношку а блин зря и деньги положил все ладно где-то сниму там же в казино когда входишь там надо 5000 долларов так сказать платить чтобы выйти в казино блин было бы прикольно если бы знаете что выпало в казино вот этой прокрутки удачи колеса было бы прикольно если бы выпало бы там сто тысяч долларов не помешало бы деньги нам не помешали бы чтобы я не копил долга на лицензию на оружие чтобы я мог может на дом накопить не знаю но в общем вы поняли что нам деньги не помешают и шоу было бы хорошо если бы выпали бы большая сумма так сказать денег размере 100 тысяч уж точно попробовать охоту да потому что я никогда не охотился я никогда не пробовал ходить на охоту решу это такое хотелось бы попробовать хоть не знаю интересно так вот снял 5000 едем в казиношку там где много народу обычно отшиваются любят народ казино азарт любят конечно осуждаю этот азарт не осуждаю людей но азарт осуждаю потому что это так сказать некая болезнь вот этот азарт ну ладно это как говорится выбор каждого а мы тем временем приехали в казино и сейчас будем ходить видите сколько машин стоит так я не буду ставить ставки вот вот это казино удача тут нужно купить за 50 рублей можно бесплатно если у вас есть бесплатно прокрутка у меня есть бесплатно прокрутка так что я как то так выберу бухты вы получили еще одну бесплатно прокрутку прикольно ну да бывает такое давай деньги блин я-то думал что деньги сейчас выпадут ну ладно фиг с ним кстати можно еще поучаствовать в этом типа рост за хорошо машины и чисто как повезет типа может выиграть машину и нужно ее будет потом продать чип продать че оставить как будет удобно но это маленький шанс вероятности чтобы выиграть потому что все таки много людей тут бывают участвует в этом рост за хорошо да теперь надеюсь вы поняли что такое прокрутка вот следующая прокрутка через 7 я так понял через 7 типа минут или часов я не знаю как определить как это время идет через сколько типа бесплатно прокрутка появляться ну то такое в общем надеюсь вы поняли как эта система работает а вообще если вам пофиг ездить вам надо будет или не продавать и рыбу то хорошее место поры пачки вот тут и вот тут больше всего вот тут потому что хоть тут и бегаешь со стороны в сторону ловишь и никто тебе не мешает тут мало людей бывает а там на том мосту конечно много людей бывает и бывает так что они толпятся но там никогда не предугадаешь когда там людей так сказать навалом вот ну и там машину неся прям очень близко поставить чтоб когда вы инвентарь и заполнили чтобы в багажник бегать и быстренько все вылаживать там скорее всего многие из вас запарятся но это скорее всего но конечно там будем ходить по факту что там получше будет ловить рыбу потому что там много так сказать есть шанса но хрыб из поймать чем тут потому что тут маловато рыбы так сказать плавает а там больше рыбы так сказать плавает вот в общем каждому свое как говорится вот но мое мнение что лучше конечно тут на этих так сказать камнях ловите рыбу все я багажник машина весь заполнил инвентарь тоже заполнил еду поеду продавать рыбу да сколько у меня осталось о еще чуть-чуть панты половить и рыбу и у меня первый уровень рыболов ли откроется да ну а поехал я продавать рыбу интересно сколько я за это получу шоу 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 Продолжение следует... 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» Но неплохо так, неплохо Спустя какое-то время я накопил 100 тысяч долларов А это значит, что мы их снимаем и покупаем лицензию на оружие чтобы у нас был так сказать полный комплект лицензии которых нам так сказать могут понадобиться в будущем да ну допустим давайте в следующей серии не знаю можно ли охотиться при таком уровне на дайте я следующей серии или нет не знаю посмотрю знаю по правилам как заниматься охотой может позанимаемся охотой до следующей серии постараюсь позаниматься охотой если так сказать можно при таком моем уровне так сказать и на махе вот этой машине потому что я помню что так получить лицензию на покупку ношения оружия купить да вот все купил документы и лицензия автомобиль мотоцикл оружие охота рыбалка потому что я что-то такое помню что типа там если там какой-то у тебя машины нету то если ты будешь заниматься на машине которая не создана для гора ажиголь по моему она не создана то тогда в общем там будет какой-то какой-то бан будет я уж точно не помню ну в общем и что я еще хотел сказать следующая серия купим за одну я деньги накоплю на чтобы так сказать видеть камеру так сказать скорости вот вам говорил про эти камеры где-то в начале летсплея в общем кто не смотрел то посмотрите поймете меня на этом все друзья надеюсь вам такой летсплей понравился надеюсь было интересно и надеюсь было все понятно на этом все до скорого на связи друзья не забывайте нажимать на колокольчик чтобы не пропустить новые уведомления комментируйте обязательно ставьте лайки кому понравилось видео и подписывайтесь на канал всем пока пока до скорого не море конечно но все же забывайте подписывайтесь на канал всем пока пока